Виновником инсульта в большинстве случаев является сам человек, ведущий неправильный образ жизни. Предотвратить заболевание можно, считает врач с 18-летним стажем Дмитрий Кузьмин. Большое значение имеет профилактика. Первое – это заниматься активно спортом, чтобы было физически на нагрузке, тренировать свой организм. Второе – это полный отказ от приема табака. То есть не курить. Почему? Потому что курива способствует тому, что сосуды начинают становиться плотными, меняется эластичность. Важно также и питание. Переедание – жирная, соленая и копченая пища способствуют возникновению инсульта. Кроме того, если периодически возникают проблемы с повышением артериального давления, необходимо регулярно его измерять и не допускать длительных периодов, когда давление выше нормы. Для взрослых артериальное давление должно быть от 120 до 140, в зависимости от возраста. Для молодых людей преимущественно 120 на 80. Для более пожилых – 140-150. Максимальное давление – то, которое можно в день держать. Распознать инсульт несложно. Чаще он возникает на фоне предвестников – головокружение, появляющееся в покое и усиливающееся при движении, шум в ушах, провалы в памяти на события текущего времени, нарушение сна, симптомы, предвещающие возникновение инсульта. Но бывает, заболевание случается внезапно. При этом у больного проявляется расстройство речи, сильная головная боль, тошнота. Медики считают, чем быстрее человек будет доставлен в больницу, тем больше шансов на выживание. Но еще до приезда скорой помощи близкие должны оказать первую помощь. Для начала согреть больного. Дать те препараты, которые он принимал от давления, чтобы постараться, чтобы давление было в норме, и вызвать скорую помощь, и стараться пациента не перекладывать, не носить с одной кровати на вторую, на третью. Больной должен находиться в горизонтальном положении, ноги приподняты. Если те, кто в этот момент рядом, сделают все правильно, то не просто облегчат состояние больного, но и помогут докторам, которые уже в больнице, начнут оказывать планомерную медицинскую помощь.